Всем доброе утро! Рубрика «Завтрак худеющего человека» продолжается. Или вообще «Еда худеющего человека». Короче, у меня на завтрак мюсли, малинка, киви и клубника. Клубника, сразу скажу Костю, вчера я в магазине очень сильно захотел. Две штучки съела, ему не понравилось. Не сезон. Выглядит вкусно, но хрустит, как яблоко. Короче, вот такая вот тарелочка вкусная и большая чашка ромашкового чая. Так, мой перекус на работе. Время сейчас полодиннадцатого. Большой паузы у меня на работе не бывает. Поэтому у меня десятиминутная пауза. Вот такая вот. С вот таким вот бутербродиком, который я заранее себе дома сделала. Кофе. Большая кружка. И потом буду между делом сжевать вот эти фрукты сушеные. Ребята, как в садике было сегодня? Пока, ребята. Пока? Пока, ребята. Давай. Одевай. Давай твой доклад покажем. Да? Про Чукотку, про Аляску, про Гренландию. Константин летал. Эскимосы, да, как живут? Да. Ты рассказывала. Ой, Костя, ты ж тяжелый. Тяжелый. Костя тяжелый. Я сказал, что вы два часа гуляли. Ты сам так? Юля сказал, два часа вы так долго гулялись у меня на саду. Два часа. Ничего себе. Когда такой ветер так долго гуляет. Я в шоке, Константин. Покажи, какой ты камушек нашел. Ну-ка я сниму. Поживай. Ух ты, какой классный. Ты тоже там так чуть-чуть? Угу. Грязький. Это как металл. Ты все время что-то находишь. То камушки, то бусинки. Один раз сережку даже нашел, да? Ну, пойдем домой. Так, ну что? Я уже дома. Забрала. Что за волосы это заторчит? Что это такое? На улицу очень ветрено. И вот пока от машины до дома шли, волосы летают в разные стороны. Расползаются. Забрала Костю из садика. Время сейчас три часа дня. Через... Ножку больно. Да, Костю ножку удалился. Смотри, Костя, этот волос не хочет просто ложиться. Я уже лакомых утром забрызгивала волосы. Все равно у меня вот здесь вот такие волосы растут, которые вот так вот торчат. Любят торчать. Во-первых, они короткие здесь. Деньше не вырастают. И во-вторых, они всегда вот так торчат, если их лаком не забрызгивать. Так, что я хотела рассказать. Я уже дома. Но сейчас у меня будет ужин, да, ужин. Обед и ужин. Время три часа дня. Ужина у меня не будет, потому что я сейчас буду плотно обедать. Через два с половиной часа я иду на спорт. Плотно обедаю для того, чтобы у меня были силы позаниматься в спортзале. И чтобы я, так сказать, до вечера оставалась сытая. Потому что ужина как такового у меня не будет. Вот. Такое вот у меня расписание дня. Есть коты. Ваши коты или кошки так делают. Просят всегда вкусняшку. Вот такую вот мясную палочку я ему даю. И очень часто он оставляет вот такой вот кусочек и не доедает от этой палочки. У меня уже подозрения вкрадываются в голову, что он это делает. Потому что я здесь пальцами ее держала. Эту палочку. Короче, вот такое вот существо наглое. У нас дома живет. Постоянно оставляет кусочек палочки. Хотя он их очень любит. Я не понимаю, почему. Короче, мне кажется, это действительно потому, что я здесь пальцами держу. Он брезгует. Паразит. Палыш кубика. Почему так делаешь? Спасибо. Ну что, вот он последний прием пищи мой на сегодня. Здесь у меня довольно-таки большая порция салата. Огурцы, помидорки, зелень, айсберг салат. Маслом оливковым все заправлено. И внизу рис. Здесь тушеные овощи. У меня здесь шампиньоны. Шампиньоны, цукини и паприка. Это все капюр. И кусочек мяса. Это мясо индейки. Вот такой вот у меня обед и ужин. Приятного мне аппетита. Ело потихоньку, но... А я бегу на спорт. Два с половиной часа прошло. Сумка. Водичка. Все с собой. Ветер у нас не успокаивается. Очень сильный ветер. Порывы такие. Я не бегу, я лечу на спорт. Ха-ха. У-у-у! У-у-у! Продолжение следует... Продолжение следует... И после спорта на ночь еще выпью магний. Ну и время сейчас где-то полвосьмого и я потихоньку отправляюсь в кровать. Да-да, я люблю ложиться спать пораньше, чтобы еще поваляться в кровати, посмотреть видео в ютубе и, конечно же, выспаться. Так, ну что, всем привет! У нас сегодня четверг. Так, пару дней я ничего не снимала и решила сегодня все-таки надо закончить это видео, доснимать его, о чем я хотела поговорить. Сегодня был очень тяжелый день на работе, я сейчас варю ужин и этот день еще не закончен, потому что с полседьмого до восьми еще раз мне надо будет сходить на работу. У нас будет форт Бильдунг и у нас будет небольшое собрание. Один час будет идти форт Бильдунг и полчаса планируется собрание, как я это называю, будут опять воду в ступе толочь, потому что все что-то обсуждают. Ну, не все, а есть такие коллеги, которые очень любят поболтать, и вот они не спешат домой, обсуждают что-то там где-то, что-то возмущаются и что-то пытаются менять, и в конце концов ничего не меняется, ничего особо не происходит. И все равно все будет так, как решит шеф, так как выгодно ему, поэтому я не понимаю вот это вот, эти собрания, для меня они непонятны. Ладно, о чем я хотела поговорить? Хотела я поговорить о спорте. Вчера у меня был так называемый фитнес-тест, который делал мне тренер. А тренер, кстати, девушка русская, случайно абсолютно попалась, и она тоже там работает около года, и зовут ее тоже Юля. Вот. Так, из чего состоял этот фитнес-тест? Тест. Состоял он из того, что надо было первое, ну, конечно, учитывают возраст, рост, вес ваш, и первое, надо было снять кроссовки, снять носки и встать на такую штуку, это что-то типа весов, потому что оно одновременно тебя взвешивает. Но, в общем, босиком встаешь на такие металлические кружки, полностью ногой слева, справа, в руки берешь металлические такие, как бы, палки, от которых идут провода, и, как она мне сказала, не пугайся, через тебя пройдет там ток. Говорит, это некоторые люди чувствуют, когда через них этот импульс тока, поток тока проходит, некоторые люди это не чувствуют, я не почувствовала вообще ничего, если честно. Вот. Проще был потом результат. Мне показали, сколько у меня мышц, сколько жира, сколько воды там, костей, процентов в теле. Короче, в общем и целом все хорошо. Есть лишний жирок, есть лишний жирок, но я и сама это чувствую, что он есть, не опасно, потому что внутренние органы, на внутренних органах жира нету, это уже нехорошо, когда ожирение идет, то есть ожирения нету, но жирок присутствует. А что еще, что еще? Поругала она меня из-за того, что у меня мало воды и мало жидкости в организме, но это, мне кажется, зависит вот от дня. Именно вчера был такой стресс, как и сегодня, кстати, на работе. Там не успеваешь поесть, не то что попить. И не только на работе, после работы приходишь, надо все быстро успеть, все быстро сделать. И, короче, вчера я действительно пила мало, и, короче, мало жидкости в организме, надо больше пить. Но Валду говорит, надо добавлять постепенно, не сразу там литрами. У меня есть, как ни странно, у меня есть мышцы, короче, мышц, достаточно мышц у меня, но, видимо, они прикрыты под жирком. Ну, короче, с костями тоже все нормально было. Уже сейчас видны последствия моей работы. В общем, было видно, что на левой стороне у меня немножко диспропорция идет, на левую сторону как-то больше мышц. Конечно, визуально это не видно, а вот этот вот аппарат, да, он это определил. И мы начали с ней думать, почему и как это может произойти. И она мне говорит, вот ты сейчас стоишь со мной, разговариваешь и навалилась на левую ногу. И тут у меня просто осенило. Я целый день на работе стою, и я очень часто стою, навалившись на левую ногу. И поэтому уже пошел, пошла вот такая вот диспропорция, диспропорция, что ли. Ну, короче, уже это не страшно, но на протяжении дальнейших, дальнейшие годы, если так будет, то это уже не очень хорошо для организма. Не смертельно, но нехорошо. И поэтому она мне сказала, вот стоишь, пытайся стоять на двух ногах ровно, чтобы вес тела распределялся ровно на двух ногах, а не косился на одну сторону. Сегодня я уже пыталась это делать, но это очень сложно, искоренять свои привычки, это очень сложно, хочу я сказать. В общем, немного она мне подкорректировала мою программу, фитнес-программу, и добавила, хочет добавить мне через две недели еще тренажер на плечи. И подключила она мне еще шейные позвонки у меня тоже, от того, что, видимо, я много стою, в одну сторону тоже не совсем хорошо гнуться. Все не трагично, все не печально, но если так дальше продолжать и ничего не делать, то, конечно, это может к болям, наверное, да, каким-то привести к не очень хорошим ощущениям. Вот, поэтому подключила она мне одно устройство, один тренажер для растяжки шейных позвонков, такой дурацкий тренажер, надо подходить, здесь такой круг, и надо телом наваливаться, наваливаться, то есть ты плечом, здесь вот так круг у головы, ухом ты навалишься на этот круг, он стабильно стоит, а плечом я должна пытаться растягиваться, короче, уходить телом в сторону, влево и вправо, по 30 секунд так делать. Вот, такие вот новости, короче, так как я болела и до сих пор еще у меня кашель, до сих пор полностью не восстановилась, она мне предложила следующие две недели заниматься так, как я занималась, плюс, в конце тренировки делать 15-20 минут кардио, ну, чтобы вот этот жир таял, это я, в принципе, сама знала, сама делала, и через две недели мы с ней снова встречаемся, она мне подключает новые упражнения, плюс, она мне сказала, если я хочу, у меня есть желание и время, завести дневник питания, что я и сделала, вот она, эта книжечка, и уже три дня я веду дневник питания, я просто должна тупо все записывать, что я ем, в течение дня, и через две недели я принесу этот ей дневник, она посмотрит, как я питаюсь, скажет, что можно подкорректировать, где убрать, где добавить, короче, вот начала я вести этот дневник питания, три дня веду, и я должна сказать, я должна сказать, что я не очень-то много ем, и плюс еще, я должна сказать, что я не очень разнообразно ем, я каждый день питаюсь, ну, короче, почти одно и то же, не знаю, хорошо это или плохо, просто я сейчас решила это попробовать, посмотрим, что будет через две недели, посмотрим, что она мне скажет, просто интересно, какие результаты будут, что получится, вот и все, чем я хотела поделиться с вами в сегодняшнем видео, оставайтесь, кому интересно, что будет дальше с моим весом, вот, сегодня был очень тяжелый день на работе, я просто вымотана, на этом я сегодняшнее видео буду заканчивать, сейчас немножко еще отдохну перед работой, наберусь немножко силы, потому что день, как я уже сказала, был очень тяжелый, есть такие клиенты на работе, есть такие пациенты, вот они как энергетические вампиры, действительно есть такие люди, после которых ты чувствуешь себя, как вышитый лимон, ну, и, конечно, неделя, тоже была нелегкая, неделя подходит к концу, тоже это сказывается, все, ну, ничего, скоро выходные, отдохну, все, на этом все, сегодняшнее видео заканчиваю, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok